Привет! Открываем проект. Теперь мониторим сценарий и ищем, где нужны кнопки выбора. У меня тут он не замысловатый, поэтому в первой сцене они не потребуются, потому что здесь идет развилка. Говорит, что это первый персонаж и второй. Жмем на голубую кнопку в правом нижнем углу. Теперь на первую фиолетовую кнопку, где нарисованы два диалоговых окошка. Здесь только одна строчка, жму на нее. Показывается количество кнопок, которые можно использовать для развилок сюжета. Их четыре. Кликаем на первую кнопку. В строчку сообщения пишем, какой текст будет отображаться в кнопке. Пускай будет единица, то есть первая развилка. Листаем вниз и теперь кликаем туда, где написано выберите переменную. То есть вот сюда. Новая переменная. Внизу появляется новое поле. Как-нибудь обзываем эту переменную. Пусть будет один. То есть обозначим, что идет первая развилка. Через равно пишем число, обозначающее, какая это развилка по счету. Ну, первая, соответственно. Так, листаю вниз. Кликаем на кнопку, которая посвятилась голубым цветом, где написано добавить переменную. Вот она. Теперь появилось вот такое вот окошко с переменной, которая равна единице. Таким же образом ссылаемся на вторую развилку. Кликаем на кнопку 1. Выбираем вторую кнопку выбора. В окне сообщения пишем фразу, которая будет отображаться в кнопке. 2. Тут все наглядно показывается сразу же. Вот на экране, как это будет выглядеть. Листаю вниз. Где переменной, выберем уже созданную переменную 1. После равно пишем 2. То есть при клике на эту кнопку активируется вторая развилка. Как я говорила, максимально здесь можно создать 4 кнопки, но я создам 2, чтобы показать, как они работают. Кликаю добавить переменную. Вот здесь она появилась. Теперь кликаю голубую кнопку в самом низу экрана, где написано добавить действие. Вот это вот. Все кнопки выбора создались. Выходим из сцены. Теперь надо создать 2 новых сцены, которые будут развилками сюжета. Я их уже создала. То есть как создать. Напомню, плюс. Пишем название и окей. Я их просто переименую. Ренейм. Напишу развилка 1 и развилка 2. Если что, переименовываю я, кликая на вот эти вот три точки рядом с сцены. Теперь привяжем кнопки к этим сценам. Вот эти вот две кнопки к вот этим вот двум сценам. Кликаем на три точки рядом со сцены. Развилка 1. Вот сюда. Теперь на кнопку, где нарисованы две стрелки. Ставим созданную переменную. 1. То есть я кликнула сюда, соответственно. И через равно пишем единицу. Теперь кликаем на кнопку, которая подсветилась голубым при вводе переменной. Все. Кликаем за пределы открывшегося окошка. За пределы имею в виду куда-нибудь вот сюда. Рядом со сценой появился значок двойной стрелки, который говорит о том, что эта сцена активируется по клику на кнопку выбора. Теперь кликаем на три точки рядом со сценой второй развилки. Снова жмем на кнопку с двойной стрелкой. Ставим ту же переменную, но где значение пишем 2. Потому что эта сцена должна открыться при клике на вторую кнопку. Снова нажимаю на эту голубую кнопку. Нажимаю куда-нибудь сюда за пределы открывшегося окошка. Тестим, что вышло. Назад. Назад. Нажимаю на вот эти вот три точки. Play. Новая игра. Привет, привет. Как дела? Нормально. Появляются кнопки выбора. Кликаю на 1. Что-то говорю о первый персонаж. То есть пошла первая развилка с первым персонажем. И перемещаемся в новый блок. Потом идут титры. И сейчас покажу, что есть еще и вторая развилка, когда говорит второй персонаж. Новая игра. Вторая развилка. Что-то говорю о второй персонаж. Все. Все идет отлично. И, соответственно, после развилок сценарий продолжается в порядку. Выход. Напомню, еще одна фраза появляется из-за того, что в блоке середины есть сцена, где она, собственно, прописана. Ну, а на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok